Данный электронный цилиндр устанавливается вместо обычного механического. То есть вытаскиваем механический, ставим электронный. В стандарте она крутится в холостую. Если мы приложим отпечаток пальца, введем необходимый код или приложим карточку, то замок начинает задействовать вот этот флажок. Сейчас он в холостую уходит, так же как и здесь. Прикладываем отпечаток пальца и после этого мы можем закрыть замок в данном случае. Все, через 5 секунд он опять начинает крутиться в холостую. Так же мы можем приложить палец и открыть замок. Все, я опять в холостую. Коды отпечатки пальца и карты добавляются в приложение. Также замок можно открывать в приложении, в том числе и удаленно. Можно генерировать коды временные, допустим, на 10 дней, которые будут работать, или на определенное время, которое вы зададите. Сам цилиндр телескопический. То есть внутренняя часть регулируется за счет вертушка. То есть вы его можете... Вот сейчас здесь длина 40 мм. За счет вертушка вы можете увеличить до 55 мм. Внешняя часть регулируется следующим образом. Здесь сейчас вытащены, но есть вот такие шестигранные винты. Мы их вытаскиваем и выставляем на необходимую нам длину. То есть максимально, опять же, 55 мм, возможно. Фиксируем винтами и, соответственно, у нас начинает он здесь работать именно на той длине, которую мы выставили. Чтобы, если вдруг что-то случается, и не успели батарейки поменять, или еще что-то, есть ключ. При помощи ключа также можно открывать-закрывать. И в том числе при помощи... Вот он, мы ключом задействовали, и он стал поворачиваться. И в том числе при помощи ключа мы можем получить доступ к батарейкам. То есть нам нужна присоска. И вот мы вытащили отсек для батареек. Здесь 4 мизинчиковые батарейки.